Так ли овсянка полезна? В этом ролике вы узнаете, какие последствия будут у вас в организме, если вы начнете есть овсянку каждый день. Не будем терять ни минуты, погнали! Овсянка буквально не даст вам умереть. Все дело в том, что в мире сердечно-сосудистые заболевания являются в топе списка причин, по которым умирают люди. А вот та же самая овсянка снижает вероятность этих самых заболеваний. Она способна снизить ваш плохой холестерин, а также укреплять стены сосудов. А занимается всем этим бета-глюкан, вещество, которое снижает холестерин в вашей крови. Также овсянка содержит особые жирные кислоты, которые помогают нашей системе кровообращения. Что еще содержится в овсянке? В овсянке содержится два самых полезных минерала. Это магний и калий. Они невероятно полезны для нашей сердечно-сосудистой системы. И если у вас проблемы с давлением, они помогут вам его снизить, а то есть привести в норму, чтобы оно не скакало. Проще говоря, она ну очень полезна для вашего сердца и содержит такие элементы, которые улучшают его работу. Просто едите ее каждый день или хотя бы 2-3 раза в неделю. Этого достаточно, чтобы оздоровить ваше сердце и сосуды. Овсянка побеждает прыщи. Да, она напрямую воздействует на нашу кожу. Ее часто рекомендуют при многих кожных заболеваниях. Она даже благотворно влияет на такие сложные болезни, как дерматит и экзема. Цинк в ее составе способствует раскрытию пор, а также он омолаживает вашу кожу. Железо в ее составе будет увлажнять и обновлять вашу кожу. Марганец поможет устранить отеки. Ну а другие элементы помогут нормализовать ваше кровообращение. Вы можете попробовать есть овсянку хотя бы 2-3 раза в неделю и уже через месяц вы увидите серьезные изменения в вашей коже. Овсянка наладит ваш ЖКТ, а точнее желудочно-кишечный тракт. И даже если у вас есть какие-то проблемы, то овсянка поможет это исправить. Все дело в том, что в овсянке много клетчатки. А как мы знаем, человеку нужно всего 30 грамм в день, чтобы ваш кишечник радовался, а ваше настроение было приподнятым. Она даже поможет вам избежать некоторых онкологических заболеваний. Так что смело включайте ее в свой рацион. Как правильно выбрать овсяную кашу? Вы скажете, да что там выбирать? Купил упаковку и пошел. Но овсянка бывает разная. И это зависит от ваших предпочтений, точнее от ваших целей. Если вы хотите быстро залить ее кипяточком и сразу кушать, то такая овсянка не будет такой полезной. А есть овсянка, которую нужно прям ну так варить. Минут 20 например. Вот это самая полезная овсянка. Поэтому цельнозерновая овсянка ну самая лучшая. Она содержит максимальное количество полезных нутриентов. Этот принцип кстати применим ко всем кашам. Именно цельнозерновым, которые нужно долго варить. Они являются максимально полезными для вашего организма. И имеют наибольшее количество полезностей. Уж тем более не нужно покупать такую овсянку, которую стоит залить кипятком и она уже готова. Особенно если там есть какие-то вкусы. Это прям вообще не о пользе. Поэтому чем моментальнее готовится овсянка, тем она хуже. Антиоксиданты в овсянке помогают бороться с окислительными процессами. Ну и воспалительными понятное дело. А это проводит профилактику многих заболеваний. И это буквально пролит вашу жизнь. Там есть очень много витаминов. Например группы В. Также витамин ПП. Там невероятное количество фосфора, а также калия, железа и магния. А вот витамин Е является очень важным антиоксидантом. Что такое гликемический индекс? Если взять например обычную овсянку, которую нужно варить. То там этот индекс не такой высокий. Это такой своего рода индекс, который показывает как после употребления продукта возрастает сахар в вашей крови. Есть высокий, средний и низкий. Вот цельнозерновая овсянка где-то 40%. И у того же сахара этот индекс зашкаливает. Поэтому запомните одно правило. Чем ниже гликемический индекс, тем полезнее продукт. И это точно имеет что-то общее со здоровым питанием. Ну и если вы любите каши быстрого приготовления, и там на упаковке написано, что это овсяная хлопья или овсяная каша, то там обычно такой индекс доходит до 60-80%. То является не очень полезным. Ведь сахар в вашей крови намного быстрее подскакивает. Вы можете смело написать в комментариях, едите ли вы овсянку. Будет интересно почитать. Я например ем ее 2-3 раза в неделю. Варю ее с молоком и добавляю разные вкусности. Фрукты там, мед или сгущенку. Но если вы все-таки не перевариваете этот вкус, то можете попробовать и другие крупы. Незазорно есть гречку с молоком, есть гречку утром. Она также очень полезна и насыщает на долгое время. Овсянка очень круто помогает с вашей кожей. Но некоторые привычки буквально гробят ее. В этом ролике вы узнаете главный секрет здоровой кожи. Подписывайтесь и до скорого друзья.